Родные российских мобилизованных жалуются. По федеральным телеканалам показывают, что военные живут на фронте в палатках, под боком у них полевая кухня и банно-прачечный комплекс. Но на деле все не так. Даже воды не хватает. Не то, что еды, говорят родственники солдат. К тому же продукты мобилизованные добывают, так сказать, сами. Либо ждут посылок из дома. Наивные россияне снова просят помощи у первых лиц стороны Минобороны, у Путина и Шойгу, преступников и виновников войны, которую Россия развязала в Украине. Мобилизованный Сергей Назаров из Омской области сетует, что его отправили на фронт в Украину без медкомиссии. Из-за острой боли в пояснице российский военный попал в госпиталь. Там выяснилось, что у Назарова нет одной почки. И начались проблемы со второй почкой. Однако командир воинской части не отпускает больного мобилизованного на военно-врачебную комиссию. Полицию на земле, то еще, черт пойми на чем, получил осложнение, на вторую получился хронический пилонефрит. Через пацанов передавали аэропорта и бумажки, вот эти документы с госпиталя, с поликлиник. Он абсолютно все документы убирает и твердит, что я должен лично вернуться сюда. Они подпишут и потом пустят. «Связи нету, никого нету. Просто обеспечения тоже никакого нету. Ничего не приводится. Даже не знаю, как руководство. Грубо говоря, руководство нас просто б***ет». На передовой без поддержки артиллерии и без комплексов радиоэлектронной борьбы. С одним лишь автоматом наперевес. Мобилизованные российского мотострелкового полка 1008 жалуются, что на Бахмутском направлении в живых осталось менее одной трети личного состава части. Уцелевших военных командование бросает на очередные штурмы. А новых бойцов командир даже не вносит в списки части. Они ведь пушечное мясо. В связи с колоссальным потерей в следующем составе полка осуществляется восполняемые услуги по кардакту, которые не издаются приказом о значении на войне с недовольствием и не назначаются в списках составов. Записи военные билеты не вносятся. Личные дела пустые. Дайте, пожалуйста, сыну моему отпуск. Ему там тоже очень тяжело, он устал. Его собрали 24 сентября 2022 года. Уже скоро будет как год, через месяц уже будет скоро как год уже. А ему еще даже ни разу не было в отпуске. А это родные мобилизованных из поселка Сакулово Челябинской области просят, чтобы их мужьям и сыновьям наконец-то дали отпуск. В этой части происходит полный абсурд. То есть мальчики пытаются писать рапорта, как-то жалобы какие-то. Рапорт на отпуск они подают им, то есть пишут, отдают, а их просто рвут. Либо говорят, хотите жить, лучше не суйтесь к нам. Как еще выразился один командир, не зная его имени, отчества. Пока половина вас тут не ляжет, мы вас не отпустим. Хочется сказать им, бегите, просто бегите оттуда, а даже не сбежишь. Если так вот говорят, что вы поедете домой двухсотыми, как они сбегут оттуда? Хотят добиться справедливости, взывая к диктатору Путину и родственники мобилизованных полка 1442 из Алтайского края. 14 сентября 2023 года от наших мужчин поступила информация, что понимая сложность ситуации, они отказываются идти на верную смерть. За отказ наших мужчин избивают и все равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же, которые должны помогать, а не убивать. Субтитры создавал DimaTorzok